Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос по делу». Я Эдуард Раткевич и сегодня в нашей студии директор по развитию зеленого движения России ЭКО, руководитель направления экозащита Татьяна Честина. Татьяна, здравствуйте! Татьяна, вы принимали участие в первом в России форуме позитивной экономики, прошедшем в Ростове. Расскажите, какие темы поднимали эксперты там? Само за себя название говорит форум позитивной экономики. Сегодня мы живем в условиях кризиса и понятно, что всех волнует, какие же есть выходы, какие же есть стратегии. На форуме собрались и представители бизнеса, и социальные предприниматели, и представители власти, и науки, и образования, и некоммерческих организаций. Они с разных сторон говорили о том, как же нам сегодня строить новую экономику, устойчивую экономику, которая будет в балансе соединять и социальные нужды, и экономические решать проблемы. И одновременно учитывать, что очень важны вопросы природы, чтобы развиваться, но при этом сохранять нашу природу. Какие здесь по сохранению природы предложения поступали, о чем говорили в этом направлении? В целом есть такое понятие «зеленая экономика», о нем шла речь. Это такой системный подход, когда любой актор деятельности, будь то предприниматель или промышленник, или человек, который занимается социальными проектами, он учитывает во всем цикле производственного процесса или управленческого процесса, он учитывает экологические моменты. То есть это не какая-то единичная история, что ты один раз что-то сделал и забыл, это ты постоянно при принятии любых решений, какие материалы использовать, как у тебя будет перерабатываться твоя продукция и так далее. Каким образом это экологическое мышление учитывать? В таком контексте мы говорили на форуме «зеленой экономики». На сегодняшний день большие проблемы испытывают мегаполисы, это проблема с мусором, проблема с тем, что места отдыха зачастую оказываются действительно грязными. Люди, которые выезжают на природу, оставляют этот мусор, а те, кто неравнодушен, о них поговорим. Что такие люди могут сделать, куда они могут обратиться со своей мольбой о помощи? Да, очень хороший вопрос, что если, например, вспомнить Конституцию, там есть такая глава об экологии, о правах, о том, что у нас есть и право на благоприятную окружающую ряду и на информацию. Есть обязанность, согласно 58 статье, сохранять и беречь природу. Здесь, конечно, роль граждан очень велика, начиная от несознательных граждан, которые часто являются причиной этих проблем, так и сознательных граждан, которые хотят что-то сделать. И в законе об окружающей среде федеральном есть такое понятие общественного экологического контроля. То есть, в принципе, граждане могут, если в случае каких-то нарушений, осуществлять общественный экологический контроль. Здесь нужно смотреть, конечно, на каждую конкретную ситуацию, но в целом есть конкретные органы, которые отвечают за устранение экологических правонарушений. Это начиная в каких-то экстренных случаях, если вы заметили вырубку или что-то, где нужно срочно принять меры, вы можете, прежде всего, вызвать полицию для того, чтобы она проверила законность этих действий. Далее есть такие специализированные прокуратуры, не все граждане у нас знают, что есть такие природоохранные прокуратуры, как раз понятно по названию, что они отвечают за контроль за какими-то экологическими правонарушениями. То есть, можно всегда обратиться туда, и у нас есть такой тоже закон об обращении граждан. На каждое обращение гражданина обязаны ответить, рассмотреть, и у нас часто просто люди не пользуются этим правом, то есть, не обращаются. Есть у нас Росприроднадзор, Роспотребнадзор. Чтобы люди, которые, в общем-то, не имеют с этим дела, но просто неравнодушные, хотят что-то изменить или какую-то ситуацию исправить, у движения ЭКО в Ростове действует экологическая приемная. Вы можете туда обратиться, и вам окажут консультацию, во-первых, куда вам нужно обратиться, во-вторых, помогут составить грамотное обращение, чтобы вам действительно получить ответ как можно быстрее. И вообще дадут всяческие рекомендации, вот как с этой ситуацией работать. И такие приемные у нас работают уже в девяти городах, и вот мы планируем тоже расширять. И очень просто, зайдя на наш сайт, движение ЭКО, можно найти Ростовскую область, там есть мобильный телефон руководителя регионального отделения Григория Болдырева. Можно позвонить и записаться на прием, прийти, либо просто прям по телефону получить такую консультацию. И, конечно, очень важно, чтобы мы себя чувствовали, что мы, это наш город, что мы за него отвечаем. И когда у нас есть это чувство, начинаем уже совсем по-другому на него смотреть, замечать, может быть, что мы можем исправить, замечать какие-то нарушения. И уже самое главное, если у нас есть такая активность, то решение обязательно найдется. Ростов активно готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Требования к стройке, и в том числе экологические требования к строящимся объектам довольно высокие. Вот с вашей точки зрения, если есть какие-то нарушения, или стало о них известно, или общественные организации выяснили это, да, что могут общественные организации сделать в таком случае? Могут ли они как-то повлиять на судьбу дальнейшую? Ну, мы знаем, что, несмотря на высокие требования, очень часто мегапроекты в России, они, тем не менее, по факту этим требованиям не соответствуют. Поэтому гражданам, которые хотят, чтобы были соблюдены экологические требования, им важно постоянно наблюдать за процессом, они могут запрашивать какие-то, у нас всегда есть право, как раз по этому же закону обращения граждан, запрашивать информацию, которая бы им помогла лучше вообще понять, там, и планы, там, каких-то строительных работ, да, и каких-то работ, которые там могут задеть экологические права, то есть пользоваться вот этим правом запроса, и для того, чтобы эта информация публиковалась, да, то есть она была максимально доступной и прозрачной. Ну, есть такой инструмент, как вот открытое обсуждение, когда вы можете воспользоваться какой-то площадкой, да, там, это общественный совет при органе власти, или общественная палата, которая должна выступать как вот такая площадка, да, для разных улаживания интересов разных сторон. Если возникает какой-то конфликтный момент, то важно сделать открытое обсуждение, куда бы пришли и все, то есть те, о чьи интересы задеваются, и представители, там, и подрядчиков, и застройщиков, и представители ответственных органов власти, то есть такие вот инструменты, они доступны, просто мы там не всегда ими пользуемся. И обсуждать какие-то, искать решения, создавать рабочие группы, которые бы наблюдали, да, за соблюдением вот экологического законодательства, но главное, чтобы была такая инициатива. Мы уже с вами затронули тему того, как люди организуются вместе, да, не ступают против каких-то нарушений в экологии. И вопрос такой, что могут, что сейчас делать, наверное, да, какие тенденции, какие, если можно так сказать, тренды, да, есть в сфере экологии, чем занимаются жители мегаполисов, а может быть и не только мегаполисы? Спасибо за вопрос. Да, наше движение работает в разных городах, в том числе это часто крупные города, миллионники, мегаполисы. И интересно наблюдать, что активная часть граждан не осознает свою ответственность за сохранение природы. И вот сейчас в тренде такая тема, как раздельный сбор отходов. Это как раз и там связано вот с таким, с принятием, долго-долго принимаем закона об отходах, и с тем, что люди, в принципе, понимают, что вот это, и власть понимает, что вот там решений не так много, да, и весь там цивилизованный мир, он все-таки пришел к раздельному сбору отходов. И есть много достаточно инициатив, вот даже вчера из Новочеркасска, у нас есть там территориальный штаб, они установили пять стационарных контейнеров для приема макулатуры и батареек, пока потом будут добавлять другие отходы. То есть вот таких инициатив, когда люди организуют, там наши активисты, активисты там дружеских организаций, делают такие мобильные пункты приема, они очень, оказывается, популярны у населения, потом уже переходят к стационарным. Но здесь, конечно, должно быть партнерство между бизнесом, и ездя по разным городам, вижу, что есть инвесторы, то есть которые готовы вложить в строительство перерабатывающих заводов. И здесь важна такая воля администрации, которая будет заинтересована в перерабатывающем заводе, а не там, скажем, в увеличении количества полигонов или мусоросжигательных заводов. Вот эта тема, она очень популярна. Тема, конечно, озеленения, наверное. Большинство крупных городов, они страдают от недостатка зелени по сравнению с теми нормами, которые установлены на жителя в этих городах. Это, наверное, практически все крупные города. И здесь тоже важны действия всех, скажем, секторов. Здесь важно и грамотное городское планирование, когда мы максимально сохраняем зеленые зоны, и там делаем выбор, может быть, в пользу этих объектов. И вообще выносим это на публичное обсуждение, спрашиваем у граждан действительно, что им там нужно, и на очередной торговый центр, или им нужно сохранить парк для их детей. Это типичная ситуация для многих городов. И, конечно, сами люди, у нас активисты в разных городах, они сажают деревья, потому что деревьев, много их не бывает. То есть и в Ростове у нас отделение регулярно проводит подобные инициативы. И если вы хотите посадить дерево, но не знаете вообще, с чего начать, тоже можно обратиться в экологическую организацию и присоединиться к какой-то очередной сезонной посадке деревьев. То, что можно сделать быстро, не имея какой-то подготовки специальной. Татьяна, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию. Время нашей программы подошло к концу. Надеюсь, ваши советы горожанам помогут. Это была программа «Вопрос по делу». Я, Эдуард Раткевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова